Ульяновск Десятки федеральных спикеров в области застройки и оформления городов, оживленные баталии пленарного заседания, ответы на вопросы об изменениях законодательных норм, взвешивание всех за и против, практик публичных слушаний и обсуждение преимуществ внедрения информационных технологий в систему пространственного развития. Во многом это вопросы связаны с земельно-имущественными отношениями в городах, потому что, конечно, городостроительство опирается на землю, и в этом смысле очень важно понимать, что это та сфера, вышедшая из архитектуры, но это не искусство ради искусства, не красивые визуальные картинки, а это очень существенное для таких институциональных вещей, как имущество, недвижимость. Вы сейчас наверняка очень активно используете различные приложения для проведения досуга, навигацию по городу. Представьте, что также эффективно можно будет управлять потреблением своих ресурсов, будь то вода или энергия, выбирать поставщика. То есть это гибкость и удобство жизни в целом. Если раньше был основной тренд, это все-таки выравнивание уровня развития различных территорий, и госпрограммы были на это нацелены, то сейчас речь идет о поддержке тех регионов, регионов-доноров, которые производят, которые дают основной национальный продукт. Нужно совместить несколько законодательств, которые у нас существуют. Нужно взаимовязать градостроительное законодательство, налоговый кодекс и земельный кодекс. Как минимум, вот эти три вещи необходимо взаимовязать и не на уровне генерального планирования, а на уровне формирования объектов недвижимости. Еще одна ключевая задача ежегодных сессий – образовательная. Лучшие институты страны в сфере градостроения из года в год выезжают в регионы для того, чтобы распространить новые знания и внедрить современные тенденции. Наталья Улова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.